Продолжение следует... 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 солидного компонента. Эта двухступенчатая система оказалась более воспроизводимой, и она была принята. Также в новой классификации отдельное внимание уделяется лимфоваскулярной инвазии, так как она встречается до 15% всех опухолей, а вот разница выживаемости очень значима. Поэтому сейчас ВОЗ рекомендует указывать ее наличие, так и отсутствие. Ну и соответственно наша важная тема это в 2013 году вышла большая статья в атласе генома опухолей, которая описала 4 подгонстические различные подгруппы эндометриоидных карцином, куда вошли опухоли с полмутацией составляющей где-то 5%, опухоли с мутантным геном по 53% и опухоли с микросостолитной нестабильностью. И вот большая группа желтеньким цветом это опухоли, не имеющие какой-то особой молекулярной молекулярных особенностей. Что касается диагностики, тут нам помогут два метода, это иммуногистохимия и генетические методы. Опухоли с мутацией в гене ТП53 и опухоли, имеющие микросостолитную нестабильность, это могут легко определяться с помощью иммуногистохимических методов, а вот мутацию в гене ПОЛ-И необходимо проверять методом ПЦР или секвенирования. Что касается непосредственно самих опухолей. Опухоли с мутацией, ультрамутированные по гену ПОЛ-И, как правило, встречаются у молодых пациенток, у пациенток с низким индексом массы тела, достаточно на ранней стадии, как правило, и имеют самый благоприятный прогноз среди вообще всех подгрупп, даже несмотря на стадию или грейт опухоля. Практически 95% всех аденокарцином, имеющих мутацию в гене ПОЛ, имеют мутацию вот в этих пяти ходспотах, так называемых, то есть тестирование вот этих, наличие мутации в этих пяти точках может достаточно достоверно поставить диагноз. Опухоли с мутацией гене ТП-53. Это, как правило, пожилой возраст пациенток, нормальный индекс массы тела. К сожалению, эти опухоли, как и опухоли второго типа сирозной карциномы, встречаются уже на поздних стадиях, имеют неблагоприятный прогноз даже независимо от грейда или стадии. И вот эти эндометриоидные карциномы очень часто имеют такую сирозоподобную морфологию опухоли и иногда могут быть спутаны с сирозными карциномами. Для их диагностики очень хорошим методом с высокой чувствительностью и специфичностью является иммуногистохимия. Это определение экспрессии белка ТП-53. Нормальный, нормальный, диким типом экспрессии белка ТП-53 является его фокальное ядерное окрашивание, а к мутантным относятся либо ярко выраженное диффузное окрашивание, либо потери экспрессии полные, либо потери именно ядерного окрашивания. Это тоже очень важно в учёте результатов иммуногистохимии. Опухоли, имеющие дефицит в системе репарации неспаренных оснований ДНК, это, как правило, опухоли, возникающие в среднем возрасте, пациентки средних лет, с высоким индексом массы тела. Как правило, они тоже определяются на достаточно ранних стадиях, но они имеют тенденцию к обширной лимфовоскулярной инвазии по сравнению с опухолями, не имеющими каких-то специфических молекулярных черт. Также эти опухоли очень часто имеют тенденцию к распространению на нижний сегмент тела матки. И ещё их характерной особенностью гистологической является высокая интертамуральная лимфоидная инфильтрация, то есть уровень тилс-хай. Здесь тоже очень специфичным и чувствительным методом является иммуногистохимия. Также оценивается наличие ядерного, выраженного ядерного окрашивания. И многие предлагают использовать для удешевления процесса, использовать всего два антитела, то есть по каждой паре из белков репарации. Как правило, это МСС-6 и МС-2, как наиболее часто выпадающие. Отсутствие экспрессии, это дефицит в системе репарации ДНК, определяется как отсутствие ядерного окрашивания, либо ещё существует форма как субканальная потеря, то есть фокальная потеря окрашивания. Ну и самая большая группа, это опухоли, не имеющие специфической молекулярной картины, это опухоли с диким типом P53, то есть не имеющие мутации в гене P53. Это достаточно большая группа, как правило, это средний возраст, это женщины как раз-таки с высоким уровнем эндогенного и лексогенного эстрогена, с ожирением, но в целом имеют они благоприятный прогноз, так как имеют чаще низкий грейд и встречаются они на ранних стадиях. Ну вот на данном слайде можно видеть разницу в выживаемости безрецидивной каждого подтипа, то есть даже видно, что наилучшие у нас имеют полумутированные опухоли и наихудшие опухоли, имеющие мутацию в гене TP53, в то время как микросателлитные нестабильные опухоли без специфического подтипа примерно одинаковые имеют выживаемость. Ну и вот данный алгоритм предлагает Всемирная организация здравоохранения для диагностики. Он считается золотым стандартом, то есть первичная опухоль эндометриоидная карцинома должна быть генетически протестирована на наличие мутации в гене пол-И. И при наличии мутации она уходит в определенный подтип. Если же мы мутацию не находим, следующим шагом предлагается тестировать опухоль на наличие микросателлитной нестабильности. И уже следующим шагом тестирование опухоли на наличие мутации в гене P53. При отсутствии вообще каких-либо методов иммуногистохимических или генетических эти опухоли предлагают называть эндометриоидными серозными карциномами без дополнительных уточнений. Ну и в заключении хочется сказать, что молекулярное субтипирование опухоли должно стать стандартным все-таки в диагностике карцином-эндометрия. И все эти четыре группы имеют достаточно выраженную клиническую и прогностическую информативность. И что может в дальнейшем использоваться для персонализированной терапии этих пациенток. Спасибо за внимание. Продолжение следует...